МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Лидия Иванова". Её голос знает каждый спортивный болельщик в нашей стране. Это голос олимпийских трибун. Это голос наших побед. Это голос великой эпохи советского спорта. Олимпийские же премы! Ребятки, дорогие, самые лучшие в мире, а не в русской. Ребята, гимнастики, вы просто супер! Иванова наша гордость. Прославленная гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка. За её плечами судейство на восьми олимпиадах и четверть века работы в комментаторской кабинке. Иванова не стесняется в выражениях. Она комментирует выступление гимнастов хлёстко, живо, с огоньком. Вы плачете, мы вместе с вами плачем от вашей сумасшедшей победы, которую вы вырвали, я бы сказала. Выгрызли. Выгрызли. Угрызли. Они ведь видели, как они не сдавались в чертенях до самого последнего подхода. Это я не знаю, какие над нервы. Я сижу далеко-далеко от вас, с ума сошла, а вы там, рядом. Лидия Гавриловна, жена прославленного футболиста и легендарного тренера Валентина Иванова, прожила с любимым мужем более полувека. Их история любви – одна из самых красивых историй в нашем спорте. Лидия Гавриловна, ваша жизнь – это такая огромная книга с огромным количеством встреч, людей, событий. Можно вообще целый сериал снимать? По-моему, жизнь любого человека интересна, конечно, и можно сериалы творить бесконечно. Но, знаете, бывают сериалы не очень интересные. Если конкретно, Дима, обращаешься ко мне, то, действительно, я так немножко пытаюсь назад взглянуть. И, словно с высоты птичьего полета, взлетев над суетой, вспомнить эту удивительную историю. Историю маленькой девочки, жившей в нищете, росшей без отца. Прятавшись от бомбежек в подвале, служившем ей и маме квартирой. И превратившуюся в королеву спорта, встретившую своего принца. На фоне истории жизни Лидии Ивановой, сказка «Шарля Перо про Золушку» просто меркнет. Я ни разу не сказала слова «папа», потому что папа ушел на фронт и больше нет. Я всегда знала, что мама – мама главная во всем, и мама – мамочка самая дорогая, что может быть в жизни. Я так на этом выросла. А что такое «дитя войны»? Вы помните какие-то самые… Я очень помню. Ну, я помню подвал. Ну, что мне было, там началась война 4 года, да? Маленькая, значит. Маленькая, и брат у меня был, ну, шестилетний. И вот мама одна. Вот в подвале я даже помню какой-то бочок, в смысле, бок вот этого помещения, не очень яркого, да? И вот здесь мы занимали две полочки. Мама, мой братик был маленький, и я еще меньше, стало быть. Вот в таких мы условиях жили. И до школы. И я вот все помню больше вот этот подвальный уровень жизни. Утром чай, вечером чай, а днем мама соображала нам какой-нибудь супчик. Все. В школу я выходила после третьего урока. Я очень помню, что у меня окружилась голова, и меня даже учителя отпускали. Мама вооружала нас талончиками. Надо было идти в булочную, купить определенную долю хлеба, потому что... По карточке, да? По карточке. Попробуй потерять. Лида потеряла талоны. Катастрофа. Как сказать об этом маме? Она пришла домой вся в слезах. А мама прижала груди и начала успокаивать дочку. Ничего, проживем. Но как прожить с двумя детьми без мужа на зарплату уборщицы? Мама после работы ходила по домам. Кому белье постирает, кому полы помоет. Вечером возвращалась домой без сил. А ее дочку, худющую Лиду синего цвета, взрослые жалели и подкармливали. Я после школы иду, и мама мне сказала, сегодня зайди к Нине Александровне. Даже фамилию знаю этого генерала, но не буду называть. А пока мама там работает, Нина Александровна мне дает хлебушка и сильно жирно намазана сливочным маслом. А этого в доме я не видела. И говорит, ешь, ешь прям вот так вот. А мне даже не очень вкусно это казалось. Непривычная какая-то еда. Не привыкать, да. Вот такие моменты были полуголодной жизни. Ну, видите, как выжила. А летом Лиду отправляли в пионерский лагерь. И не в простой, а в генеральский. Не зря же мама целыми днями драйла до блеска квартиры военачальников. По блату доставали путевку. И девочка погружалась в другую жизнь. Где кормили три раза в день, не считая полдника. И были занятия спортом. Лида обожала делать колесо, мостики, березки. Не знала она тогда, что в ней кроется талант гимнастки. И вот потом уже, когда возвращалась в школьный период, то я у этой Ларисы Леры, или Лариса Еремина, она, которая вела секцию, вот я уже у нее немножко начала более правильно какие-то выполнять движения. И она говорит, давай в спортивную школу приходи. Что это такое, да? С течения, вообще с течения. Я говорю, а что это такое школа спортивная? Где ее дать? В обыкновенной общеобразовательной школе, она была 524-я, был зал внизу тоже школьного масштаба, а вот там, значит, была детская спортивная школа. Я прихожу в эту школу, но надо пройти какие-то тесты. Лида приписала себе пару годков. А так бы кто ее взял тренироваться в 11-то лет? Девчонка оказалась настолько способной, что проходила за год-три. Шла с семимильными шагами. К 14-ти годам выполняла норматив мастера спорта. Но старшие классы в спортшколе были платными. И мама сказала Лиде, придется из школы уходить. Денег-то в доме нет. Ну, конечно, говорит, пойдешь в техникум, потому что, ну, нет у нас таких возможностей платить. Я объясняю в школе спортивной. Я ухожу из школы, потому что я должна поступать в техникум. Ну, вот потому-то, потому-то. Стоп. Школа принимает решение. Нет, ты будешь продолжаться учиться в 8-м, 9-м, 10-м классе. Вот я сейчас вам рассказываю, а я этого не понимала. Это вообще, да? Значит, они чего-то во мне, наверное, видели, ведь они не каждому это делали. И, в общем, они принимают решение, что они будут платить. И я приходила и говорю, мама, я буду учиться в 8-м классе. А как? Я говорю, школа будет платить за меня. Эту девочку мы не отпустим. Да, вот так получается, да. К окончанию спортивной школы тренерам стало ясно, что в нашей гимнастике зажигается новая звездочка. Я к этому моменту уже была не раз чемпионкой Москвы. Ну, такая, будем сказать... Титулованная, да, уже. Какая-то заметная девочка, так скажем. И когда надо было ехать на чемпионат Москвы, это Кировский район, ну, ближе к станции метро Павелецкая, в общем, далековато, а холодно. Одеть не во что меня. Вдруг тренер спрашивает, вы там, в воскресенье, как вы дома? Я говорю, мы всегда дома. Вообще в нашей комнате. Это были не квартиры, это были скромные комнаты. Говорит, я приеду завтра к вам в гости. Это мне легче было, наверное, какой-то сальто сделать, чем вообще как это... Караул едет к нам домой, да? Как это тренер едет к нам? И у нас мужчин-то ни одного в доме не бывало, никогда не видела. Ну, я так робко маме говорю, мама, приедет завтра Борис Евгеньевич, его звали Борис Евгеньевич Станкевич. А что? Мы, ну, растерялись, и особенно, извиняюсь, накрыть стол-то нечем. Но я пошла его к трамвайной остановке, встретила, и вижу, он идет, значит, с каким-то свертком таким бумажным, и такая коровочка, у нас все в бумагах, все было завязано, и дает мне коровочка, но так, тортик это, так я поняла. И идем, ну, минут пять идти от трамвайной остановки до моего дома, заходит, знакомится, Анна Ивановна, Борис Евгеньевич, ну, вот, на столк идет этот раз сверток, разворачивает, а там пальто. Я прям, ну, они видели меня, наверное, соображали, какого размера купить, я не знаю. Вот что хотите. И как-то, ну, слова благодарности, что мама, я ничего не помню, и просто это было так неожиданно и так трогательно, я это пальто запомнила на всю жизнь. Мне казалось, что я вообще наряднее всему миру была одета, когда я ехала в этот энергетический институт, и, видишь, выигрывают, да елки-палки, есть еще такие счастливые дети нарядные или нет. Вот это я все очень хорошо помню. Мама просто, по-моему, даже не понимала, как это, за что, Лида, как. Вот счастье какое, да? Счастье было огромное. Надежда Алексеевна Базилевич была директором школы нашей. И она так, ну, меня приглашали, все это объяснили. Я поняла, что эта спортивная школа мне сделала вот такой подарок. Пусть прилетает, летят годы, Дима, и друг, тренер у нас в директорском кабинете, была карта такая, карта мира. И он мне подходит и говорит, а вот, ты знаешь, где Австралия? Я говорю, ну, так легко показываю, нас хорошо учили, это легко показала, Мильбурн. Я говорю, что-то не знал такого города, ну, там, значит, где-то. А вот, говорит, ты туда поедешь. И не просто поедешь, а станешь олимпийской чемпионкой. Сказка? Оказывается, нет, это все так и будет. Но пока до Олимпиады еще далеко. Лиду берут в сборную, и этот тернистый путь к Олимпу нужно было пройти через бесконечные многочасовые тренировки, строжайший режим, спортивные слеты и чемпионаты. В состязаниях женщин победительницей стала москвичка Лидия Калинина. Общество «Динамо» восходящей звезде стало платить зарплату, и деньги оказались немаленькими. И когда меня включили в состав сборной команды, это вот перед Олимпиадой где-то в 55-м году, меня поставили на стипендию государственную. Она у нас была нелегальной, мы об этом не имели права говорить, но государство нас беспокоилось. И я приношу хорошие стипендии. Мама зарплата получала 300 рублей. И она кормила двоих. А вы принесли? А я приношу 1200, вхожу в дом, и вот так вот говорю, мама, ну стол был весьма скромный у нас, вот кладут эти деньги. Она так смотрит, Лида, дочка, за что? Это что? Она растерялась, может, она что-то и плохое подумала. Чем же дочка занимается? Вот именно, потому что она совершенно не понимала. За такие деньги, да. И я говорю, мама, я это буду каждый месяц теперь получать. Ей еще хуже. У нее слезы, она ничего не понимает. Чем же? Ты ж она, когда я ходила на тренировки, она говорит, ты не надо там, мне главное-то учись. Ну, как любая мама, главное учись. А вот я так, вроде что-то получилось параллельно. У меня что-то стало получаться в спорте. То, что Лида Калинина девочка особенная, тренером стало ясно абсолютно. И потому было решено включить ее в олимпийскую группу, где тренировались самые сильные и титулованные гимнастки Советского Союза. Мудрый тренер мой, Борис Евгений Станкевич, привез в зал «Динамо». Это был такой вообще элитный, наверное, зал. И очень недосягаемый. Вообще «Динамо» гремело, да? Ну, «Динамо» это вообще было выше крыши. Значит, заходим мы туда, на балкон. Смотрю, огромный светлый зал, просто огромный. Бордовый ковер, который у меня запечатлелся на всю жизнь. Все стоят на исходной позиции снаряды. Ну, и я смотрю на эту разминку. И там, значит, разминается такая команда, буква СССР, это прошедший весь мир. Соня Муратова, Лариса Латынина, Тамара Манина. Софья Муратова выполняет вольные движения. Опорный прыжок совершает Лариса Латынина. Первые три места среди женщин заняли Софья Муратова, Лариса Латынина, Полина Астахова. Я их живьем вижу в трибуке с балкона, потрясающие. И мне Борис Евгеньевич мой говорит, вот здесь будешь тренироваться. Там было два заслуженных тренера. Алексей Иванович Александров и тренер Сони Муратовой, Игорь Степанович Журавлев. С кем он договорился, я не помню. Он тоже такая растерялась. В этот момент выбегает девочка ко мне из одной команды и берет меня так за руку, вот сюда вставай, и встала. И поставила меня вот в ту подгруппу, которая принадлежит Алексею Ивановичу Александрову. А Соня Муратова с этой стороны. Ну я же не буду бегать, я же не буду. Куда поставили? Вот поставили, да. И так я там и осталась. Но это два замечательных тренера. Два были прекрасных. И все-таки я стала тренироваться у Алексея Ивановича. И вот я уже с Алексеем Ивановичем действительно поехала в далекий Мельбург. Но перед тем, как добраться до Австралии, где проходила Олимпиада 56-го года, спортсменов-олимпийцев отправили на сборы в Ташкент. Три с половиной месяца там шла подготовка к будущим соревнованиям. Вот только солнечный и приветливый Узбекистан оказался не самым лучшим местом для тренировок наших гимнасток. Нас разместили в доме учителя, я помню. И столовой находилась, надо через аллею проходить, где грозди винограда, я их впервые в жизни увидела. Грозди. Грозди. Висят вот почти на уровне рта. Ну, на уровне лба. Такие тымчатые, прозрачные. Никогда не видела. И не только я одна. Конечно, цап-цап пока. Это разрешалось. Вот эти вот, они... Глюкоза, углеводы. Опять раз мы этой глюкозы так напихались, все поправились. Такие толстые, ядреные стали. Гимнастки. И тут нас приглашают тренеры города Ташкента. Они, ну, естественно, присутствовали на тренировках. Вся гимнастическая, там, знать, общественность. Я не знаю, наплов к себе домой. Наплов. Это все было во дворе. Я даже не знаю, как они жили где-то. Ни разу не заходила. А вот здесь вот этот котелок, или как он называется? Казан. Все здесь на улице. Огонь на улице. И этот замечательный тренер, он заслуженный тренер гимнастики, он Галю Шамрай тренировал из Ташкента. Он здесь на глазах у всех так режет просто потрясающую морковку. Я все думаю, как это можно пальцы так не порезать. Вот этот лук, все это закладывает, все это фручает. Искусство, да? Это было искусство. И все это, ну, запах вообще. А мы всегда голодные. Нам всегда есть хотел, всегда. И все это проследить. И потом, значит, наконец сказали, можно есть. Положили этот плов, вот я рассказываю, прям не могу даже. В середине чеснок, по краям куски такие довольно заметные мяса. В общем, мы это все поели. Это так вкусно. И приезжает на контрольную тренировку, прилетает наш министр спорта Николай Николаевич Романов. А мы такие, все. И он, я не знаю, чего он там говорил, тренеру или... Ну, что-то сказал. Наверное, так сказал, что у всех настроение испортилось сильно. Нас всех на стол с гонщиков, ну, всех заставили подреживать. Все почти. Вот не так, что одна там Калинина или Манина. Поправились все. Вот такие прям здесь холки. А стол с гонщиков это ничего не ешь, да? Вода? Рассказывай, ничего не ест. Вместо супа клали нам такую плитку шоколада. Так. И виноградок есть. И все. Ну, умные все были потом. Вот так получается. Так думаешь, лучше пустого супа съесть, а то не так. А тут шоколад, его закрепить глюкозой. Ничего не получалось у нас. В общем, пока мы не дошли сами. Вот терпеть не есть, терпеть не есть. Только это могло так приводить немножко форму. Проводы олимпийцев состоялись на ташкентском стадионе Пахтакор, где собрались все спортсмены, отправляющиеся в Австралию. Появилась на стадионе и наша прославленная футбольная команда. Лида, правда, футболом вообще не интересовалась, а потому в сторону футболистов даже и не смотрела. Зато подружка Галя Шамрай увидела, как один парень не сводит с Лиды глаз. Она говорит, я тебя сейчас... Хочешь с парнем познакомить? Какой там Лида? Лида вообще тут и провалилась. Я вообще... Никакого мальчика, Лид, сроду. Я говорю, ты что вообще-то? Две косички, два бантика, и все, и гимнастика. И никаких у нас не было ни налево, ни направо, никаких отвлечений. А она была шустрая. И вот она, говорит, и уже Валя так как-то крикнул, тот повернулся. Это было двумя рядами пониже. И говорит, давай познакомлю тебя с Лидой. И он так же растерялся, как и я, так Лида, Валя. И все. А дальше все произошло так, как описывают писатели в любовных романах. Валентин, стесняясь и смущаясь, подошел и пригласил Лиду на танец. И он меня приглашает на танец. Музыка зазвучала? Да, музыка зазвучала. Я танцую, почувствовала, что он хорошо слушает музыку. Ведет хорошо. Не знаю, насколько хорошо танцует, но не шлепает мимо ноты. Ну, например, мимо танца. И на ногу не наступает. Я даже не помню, какие разговорчики, ничего были, никаких ни свиданий, ничего. Утром, у нас всегда начиналось утро с построения. И начальник команды, Николай Кириллович Попов, вдруг, говорит так, Лида Калинина, шаг вперед. Так. Вот, Лидочка, я тебе объясняю, ты сюда приехала, типа, вот такой беседы, выступать, отстаивать честь страны, значит, надо сосредотачиваться, не отвлекаться ни на что. Ну, приблизительно, наверное, ритмотив такой, какими словами. Я думала, мне бы зарыться в землю, но невозможно. От стыда. Стыдно было просто вот на расстрел. Потом где-то мы опять с Валей встречаемся, и он мне рассказывает, у них Машкаркин такой был, Владимир Васильевич, начальник команды. Он говорит, тоже меня выстроил. Так. И отчитал. Никакой любви, это все будет позже. А сейчас только борьба за олимпийские медали, только победы. И сборная Советского Союза по футболу, и сборная по гимнастике привозят домой золото. Олимпиада 56-го года стала настоящим триумфом наших спортсменов. Советской команды 23 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Американская команда осталась далеко позади. Победа в Олимпийских играх была одержана. Домой победители, короли и королевы советского спорта возвращались на роскошном белоснежном корабле Грузия. А там бары, бассейны, рестораны, зона отдыха, авторские коктейли и тропические фрукты. Какая-то сказочная, совсем не советская жизнь. На корабле Лида Калинина встречается с Валентином Ивановым и его другом, знаменитым футболистом Эдуардом Стрельцовым. За три недели плавания образовалась веселая компания. А тут еще спортсменам всем выдали специальные деньги, боны, чтобы расплачиваться ими за красивую жизнь. Валя, естественно, сразу и с Эдиком познакомили, потому что они неразлучные были. Два брата-акробата, да? Да, два брата неразлучных, да. И тут же он говорит, слушай, ну чего вы будете с этими бонами у Тамары Маниной, у меня? Говорит, давайте, мы вам конфетки и так купим. А они взяли для более, наверное, значимых для себя вещей. Девочки-компионы. У нас не стало этих бонов, ну и не надо, потому что действительно мы были окружены вниманием, и все было хорошо. Они знали, куда использовать их? Да, конечно, у них что-то покрепче. Но надо было привыкать к образу жизни на этих двух палубах огромных, два бассейна. Конечно, мы жили как на курорте, но ограниченная территория, правда? Конечно, всегда скажешь, здравствуй, Дима, здравствуй, Валя, здравствуй, Эдик. И, в общем, все больше разговариваем, разговариваем, вечера наступали. И что меня потрясало, вот так вот мы все находимся, все не в каютах, а все на территории корабля. И вот так вот пряжешь, просто смотришь, солнце, а вот когда ночь ложится, темно, звезды казались у тебя прямо вот на носу, так близко. Романтика, экватор, звезды, какой-то невероятный мир, да? Бой совершенно необыкновенный, нами не исследованный, вообще невидимый. И, конечно же, в этой сказке должен быть принц. Как-то так мы сложились с Валентином, почувствовали друг друга, что ли, я имею в виду, ну, каждый день. Где в обыкновенной ситуации, вот девушка, встречаясь с молодым человеком, могла бы найти такое количество часов бесконечной встречи, бесконечной беседы. Да, влюбились уже други. Да, наверное, как-то, я даже это слово не знаю, влюбились. Конечно, потому что народ понял, что эта пара ходит. Эта пара к ней не приставает. У нас все нормально, мы просто, вообще, ребята, вы когда слушаете меня, у нас до такой степени все было обликом орали. Не видно. Вообще все это без всяких постельных сцен, потому что это даже в голову ни у кого не приезжает. Чистейшая любовь. Вот такая, не знаю, как она называется. Без всяких, да, да, да. Да, и даже когда мы пересели потом на поезд, и утром вот всегда так тук-тук в эту дверку, и, ну, что все, Валя твой. Твой пришел, да? Да, да, типа так, вот так открывается дверь, а он мне так спокойненько вверх яблочко подает. Ребята, вот я знаю, что сейчас ребята, футболисты дарят своим невестам или женам машины, или что хотите, но я это яблочко никогда не забуду. Весть о том, что из Владивостока в Москву едет поезд с нашими олимпийцами, облетела всю страну. На каждой станции ребят встречали восторженные болельщики. Им хотелось прикоснуться к великим советским спортсменам, увидеть их, что называется, живьем. Вдруг на одном полустанке, там пока вагоны вожатые открывают ступеньки, да, дед стоит напротив, еще несколько человек, деда до колена вот эта борода, сосулька, и кричит, Яшина, говорит, позовите. Он пятьсот верст, как вырос, прошел, чтобы увидеть Яшина. И вот он пока весь в мерзлоте, в каком-то тулупе стоит. И этому деду нужно было увидеть Яшина. А ему надо было увидеть, ему и Яшина кинули, Стрельцова туда. И, в общем, это, наверное, счастье для него огромное. И вот этого деда я запомнила. Приехали в Москву. В Москву, да. Там сделали такую быструю сцену из грузовиков. Борта отвалили несколько, да, типа сцены. И когда я вышла посмотреть, черная масса, вот эта вся площадь была черная, она была людьми забита. Какое там счастье, мы же на мерзлоте огромном, да, казалось бы. Вот какая была страсть, какая любовь народа. И эти моменты очень объединяли наш народ. Мы себя ощущали такими людьми. Герои. Просто думали, да, боже мой, это все для нас, это правда, это мы. Орден знак почета я получил. И Валентин мой получил орден. И, в общем, вот правительственные приемы. Мы там побывали, потом тихо подойдем, убежим, убежим. И вот на трех мы все время ходили. Эдик, Валя и я убегали. Но Эдик обязательно, да, рядом. Ну, он всегда был. Народ говорил, у Лиды Калининой стрельцов жених или Иванов? Ведь неразлучная троица была всегда вместе. Валя был настолько стеснительным, что таскал друга с собой на свидание с Лидой. И никак не мог решиться сделать ей предложение. То тренировки, то сборы, то чемпионаты. Так пролетело целых три года. Вдруг Валя звонит мне и говорит, там, свидание на автозаводской. Захвати, говорит, паспорт. Я говорю, паспорта зачем? Он говорит, ну, захвати. И я его кладу. Послушно просто. Сейчас я понимаю. Тогда я искренне положила. Приходим. Я поднимаюсь по эскалатору. Выхожу на автозаводскую. Он стоит с Сашей Медакином. Это футболист-парень такой, дружок тоже. И пошли. Я говорю, ну и пошли. Да, у Сашки этого Медакина есть под мышкой шампанское. И идем, идем. Я говорю, а куда мы идем? Сейчас посмотришь. Оказывается, типа это был ЖЭК. Такие-таки обудранные. Какой-то шкафчик стоял, стол. И мне эта тетя тоже не в очень отмытом халате стоит. Дала ручку, бумагу Валя какую-то. И ты, говорит, хорошо пишешь, пиши. И я начинаю писать. Вот дурочка, это один к одному. Пишу, там, Калинин или что-то такое там, какие-то вопросы. И, по-моему, строчка пятый, пятый, третий, не помню даже. Написано, какую фамилию будете брать. Я так на него смотрю, он уже, я так понимаю. Я говорю, конечно, Калинина. Он так на меня посмотрел. Я говорю, что такое Иванова? Можно с маленькой буквы писать. Нарицательная фамилия. Я говорю, что это такое? Иванова, Сидорова, Петрова. Он еще раз как взрыгнул так на меня. Я учила. И написала, Иванова. И вот с этой 59-го года я Иванова по сей день и 53 года с ним прожила. Каких-то подарков, каких-то колец. Ничего. Так просто. Сашка открыл шампанское, облил этот драный шкафчик. Но потом свадьбу он устроил на базе своего мячкова, называется, где футбольная команда готовилась. Торпеда, да? Торпеда, да. Пригласили из ресторанов, поваров. А, да какие рестораны! Ребята, я вас опускаю на дно морское. Ни этих слов, ни кэшбэков, ни фишбэков, ничего у нас там не было. Все было обыкновенно. Но стол накрыли? Накрыли. Королевские блюда. Так красиво стол смотрелся. У каждого тарелочка две сосиски, картофельное пюре и горошек зеленый. Все. Красота. И все. Ну, водка лилась рекой. Какая разница, чем закусывать? Ведь главное же – любовь. А с милом и рай в шалаше. Когда я вхожу в другой дом, для меня абсолютно это дом моего любимого человека Вали. Но он живет с мамой. И я-то все это понимаю, что мама такая же дорогая для него, как и я. Но я ничего не умею, оказывается, делать. Конечно. Никакая невестка не умеет ничего. Да, спасибо, Дим. Но я тем более не мелко. Мама его так все хорошо у нас приняла. Все нормально. Но я чувствую, что я ей тоже не нравилась. А я так думаю, е-мое, да я с хорошей зарплатой. Не совсем дармоедка. Я Валя на ушко, наверное, все время, ты-ты-ты-ты, как-то мне, ты-ты-ты-ты. И администрация завода Лихачева, конечно, они делают, выделяют комнату для мамы. Вот мы жили в этом доме, а через дорогу, в другой дом, и маму отселяют. Я становлюсь хозяйкой дома. С чего я начинаю? Так как я голодрань такая, с чего я начинала в жизни, но поездила к этому времени уже по миру, я говорю, надо сделать ремонт, надо все переделать здесь. Сделала гнездышко. Все сделали так красиво. И мы бабахаем с Валей, покупаем мебель, которая только была у космонавтов и у нас. К Ивановым люди тянулись. На мебель посмотреть, и на молодых, и весело погулять. Как наши спортсмены все успевали. И песни до утра поорать. И к следующей Олимпиаде усиленно готовятся. Спортивный режим-то никто не отменял. К Олимпиаде 1960 года в Риме Лида была полностью готова. И возвращаюсь я чемпионкой Олимпийских игр. Дальше сразу пауза, я говорю, рожаем. Я честно, я вообще, мне гимнастика очень надоела. Но вы вычеркните, я всегда мечтала закончить. Потому что я рано встретила. И рано начала, ну все там. И рано встретила любовь, и мне уже... Я понимаю, что я могла и жить-то, как другие жены футболистов. Ничего не делаю. Ничего не делаю. Ходят, а я тут дурочка, все время работаю. Рождается у меня сын. Я его называю Валей. Я инициатор. Мама моя, безусловно, берет на себя этого сына. Потому что я продолжаю тренироваться. Ему только три месяца, я уже пошла в зал. Бабушка берет на себя всю функцию мамы. Все, да, маме надо было отдать себе медали мои. И когда я пришла в зал, первый раз после родов, после того, как я три месяца всего-навсего такую бедную Вальку откормила, и тут, наверное, не очень... Я подошла к снаряду, у меня ноги даже не... Вот такой, вис углом, чтобы ноги поднять к себе. Они у меня не поднимаются. Тело не слушается. Да, вообще, туда раз, и там они и остались. Как быть? Ничего не получается. Но без паники мышечную память никто еще не отменял. Лида начала усиленно тренироваться. И через восемь месяцев была готова к бою. Она едет на чемпионат мира и привозит золотую медаль. На чемпионат мира выиграла. И ребенку уже 11 месяцев. И Валя сын приезжает с моим сыном уже, с Валентином, в аэропорт Шереметьево. Но счастье просто было беспредельное. Боже, неужели, может, еще какое-то... У женщины большее счастье, чем вот видеть любимого мужа и любимого ребенка. Счастливая мама, счастливая жена. Все складывается идеально. А вот в карьере произошел драматический слом. Лида в прекрасной физической форме. Она готовится к своей третьей Олимпиаде. И уверена, что завоюет третью золотую медаль. Команда гимнастов вылетает на тренировочную базу в Германию. До Олимпиады в Токио остается совсем немного времени. И тут на тренировке происходит ЧП. После неудачного прыжка прогибается колено. Вылетает мениск. Тяжелейшая травма. Я беру телефон, звоню Вале. Что я говорю? Я говорю, Валя, я закончила гимнастику. Знаете, вот какая была дурочка. Я получила травму колена. Все. Ну, видно, я, честно, я устала. Все-таки у меня дома и семья. И хотелось мне уже дома больше быть. А он тебе ответил? Ну, конечно, все. Но я не видела, что по коридору в темноте сзади мой тренер. А я с таким. А для него-то это потеря. Не потому, что я золотая. Но для тренера любой хороший ученик это потеря. И сборная потеря. Для всех, да. Но я просто вам узко говорю. Очень было не тактично, беспардонно. И я так, Алексей Иванович, да ладно, там что-то такое. Я говорю, может еще? Нет, не может. На Олимпиаду 1966 года сборная Советского Союза по гимнастике поехала уже без Лидии Ивановой. Я приезжаю в Шереметьево. И вот здесь мне так больно защемило. Думаю, как это не едут мои девчонки без меня? Вот я, пожалуй, здесь впервые. Столько лет, столько лет мы были в сборной вместе. Возвращаясь домой, я говорю, Валя, все, я не переживу. Я говорю, давай родим. И у нас просто на счастье, я считаю. Родилась девочка. Оля. Почему я очень счастлива. В жизни Лидии Ивановой наступает новый этап. Она решает полностью посвятить себя семье и звездной карьере любимого Вали. Про Иванова заговорили, что он неплохо тренирует ребят. Позже, окончив играть, он возглавит «Торпедо» и станет одним из самых знаковых тренеров в истории команды. Я была женой хорошего игрока и женой тренера. Это абсолютно две разные жизни. Абсолютно. Если они выигрывали. Мы собирались, стол накрывали. У нас супер был. И ребята прямой наводки со стадиона ехали к нам в дом. И здесь начинались разборки, без которых они жить не могли. Они, конечно, не могут выдохнуть. Закончилась игра, и мы закончили. Они, а ты помнишь, а ты мне пятка не дал, а ты слева не обошел. И они разбираются, и это правильно. И выпивали, конечно. Но все это было при нас. Мы видели, что это и как. В общем, вы жили футболом тогда. Я жила футболом. И вот этими встречами. Валя пока играл, был праздник. Почти всегда праздник. Потом он становится тренером. Другая зона ответственности совершенно. Какая зона, другая ответственность. Я вспоминаю, после первой игры он ее проиграл. И он подходит. А у меня уже двое детей было. Он подходит к двери. Я слышу, он открывает даже как-то не так. Либо волнение. Валя такой гордый, все время был независимый. Вот прям побитый какой-то. Слышь, он не тот. Я говорю, Валя, да ты что? Я говорю, ты же Иванов. И, в общем, чувствую, я быстренько коньячка налила. Детей его подсовываю. Ему он там двинусен с ними поиграть. Там кто-то лезет на него, кто-то еще что-то. Телефоны брала на себя. Потому что у нас телефон, как в ревкоме. Не без конца трещал. И все же, когда выиграли, что-то вы им поздравление. А когда проиграли, проиграл тренер. Вальсен Казмич был потрясающим тренером. Но очень сильные вот эти переживания сказались на здоровье. Он был хорошим тренером. И очень долго трудился. И очень ответственно трудился. Но, к сожалению, здоровье, видно, так измотал. Этими бессонными ночами. И потом он горячий был, страшно. Его ребята по сей день не вспоминают. И говорят, боже, как он нас обижал. И я его дома трясла. И говорю, Валю, ну ты можешь поспокойнее. Он говорит, не могу. Ведь он же все к сердцу принимал. Я считаю, что футбол его съел. Просто съел. Я после того, когда он ушел из жизни, я ненавижу футбол. Потому что он отнял у меня самого дорогого человека. И отнял только потому, что он был слишком ответственный. Вот не мог он халтурно легать, но из полноги, как можно выразиться, относиться. Его очень любили дети. Наши дети и Оля, и Валя. Ну, а с другой стороны, я хочу всем пожелать быть такими же счастливыми в жизни, найти свое любимое дело и служить ему верно. Иванова не стала домохозяйкой. Она вернулась в спорт. Да еще в роли старшего тренера сборной страны и судьи международного класса. Авторитет Лидии Гавриловны в судейском сообществе был непререкаем. Еще бы. Наши гимнасты бились и побеждали в честной борьбе, безусловно. Но у Ивановой были и свои секретики, позволявшие нашим уверенно смотреть на Олимпийский пьедестал. Я называю этот стул, на который я садилась 8 Олимпиад сложить через 4 года пауза, электричным стулом, потому что это сумасшедшая ответственность. Я снова переделывала все, что они там делали. Я не могу сказать, что я за них выиграла, за медали. Нет, они здорово работали, наши гимнастки, но достаточно, например, румынки поставить 9-8, а голландки еще раз 9-8, я 9-9, и еще получат 9-85. А, к примеру, надо 9-9 заработать, значит, мне надо сделать так, чтобы они дружили со мной. Как-то все-таки помогли одним словом чуть-чуть. А как сделать так, чтобы они дружили? По-разному, Дима, шло все в бой. По жребию же мы тянем, вот, например, на какой снаряд я попаду? Ну, такой-то. Кто со мной рядом? Ух, противная-то румынка. А мы с румынками вот так дрались. Сколько они крови выпили, это ужас. Дальше голландка, дальше полячка, например, или какая-то судья из страны, не конкуренция для меня. Я тогда этой голландки, я говорю, я тебе помогу. Да что мне ей там 8-8 поставить? Как говорится, она все со своего 10-го места не сойдет. Своё 25-е место, условное, я говорю, я не знаю. Но она тоже борется в своей прослойке. И я ей легко, мне она абсолютно не противник. Это один из тактических таких. Может, сувенир какой-нибудь? Обязательно. Я обязательно должна признаться, что у нас в Советском Союзе икра была копеечная. Это наша? Чёрная? Чёрная. А по всем расстоянию? Баночку, тому баночку. А для них это почти наследство. Это вообще такая дорогая штука. Они даже не верили. Плюс к этому, я говорю, ещё моё поведение, мои какие-то дружеские всякие приёмы. Тысячу способов нужно было найти. Тысячу. Столько, сколько я отсудила, на какой снаряд я не попадала, мы уходили с золотой медалью. Золотую медаль за воспитание детей и внуков можно смело дать и самой Лиде Гавриловне. Помимо двоих детей, у бабушки Лида три внука и уже есть правнук. Сын Валентин продолжил дело отца. Он футбольный судья. А сегодня занимает пост инспектора ФИФА. А дочь Ольга стала балериной, солисткой Большого театра. Я горжусь своими детьми, но этого мало. У меня дети замечательные, но у меня есть ещё более замечательные внуки. Внуки, значит, у сына дочка Настя. У моей дочки двойню она родила, мальчика и девочка одновременно. Это был восторг. Вообще театр там лежал. Теперь они очень взрослые, им по 33 года. Катя стала мастером спорта международного класса по художественной гимнастике. А Антон совсем в спорте нет. Ну вот он нормальный парень, живёт, работает. Но пока они мне внуков не родили. Настя вышла замуж за молодого человека, который живёт в Питере. И они сейчас там и продолжают жить. И они мне правнука родили. Это для меня в высшей степени радость. Это мой Никитка. Вы представляете, как в песне будут внуки, потом всё опять повторится сначала. Это правильная песня. Ваши глаза, сияющие, говорят о том, что у вас любовь живёт. Я по своей судьбе счастливая женщина. Я довольна всем, что... Я же это не заняла у кого-то. Я сама вставала на ноги. Я сама познавала жизнь. Я сама утверждалась в жизни. И пусть наши зрители посмотрят, как надо жить и дружить. Ну, если вы посмотрите, всем желаю просто здоровья, успехов. И верьте, творцы своей жизни вы сами. Редактор субтитров А.Семкин